Как раз зависит от нашего состояния, изнутри, из этих форма влияет на содержание, содержание на форму. Долга, Алла! А я же не вас, я буду. А, это ты подложила таким текстом. Да. Это ты подложила. Денис, где ты его приз? Тайский мусор. Приветствую. Так, Денис бушует. Что вы рисуете? Здравствуйте. Это типа лотоса? Это лотоса у вас типа? Так, Морозова Акатерина. Краски увеличиваются. И разнообразие картин. Закрытие фестиваля продолжается, сказочное. Водитель сходы, подойдите к своей машине. Гост номер 13-12. Привет, бабушки, передайте. Привет, бабушки, передайте. Давай, поздравляем. Якова Вишина Наталья. Есть? Эдуард Дмитричев. Есть? Есть. Так, кто у нас? Давай, давай, будем рисовать. Давай, будем рисовать. Давай, будем рисовать. Мои зайки будут рисовать. Ну-ка, нарисуй. Что ты здесь рисуешь? Давай. Я рисовал, да. Да. Такая красавица. А, это басилька. Скажите, вот так вот. Давай, давай. Давай еще раз. Первый мазок мастеров. Вау, да. Сердечко, я на фестивале скажи. Эй. Эй. Сейчас. О, есть? Эй. Приветствую вас. Эй. Приветствую вас. Как вы? Да нормально. Анатолий Катерчев. Вот, да. Аааа. Передайте, да, я вам. Заканчивается. Грустно, да. Анатолий Катерчев. Что-что, грустно? Грустно. Анатолий Катерчев. Да, все хорошо. До свидания. Вас зовут как? Еще раз? Андрей. Андрей. Удачи, Андрей. Увидимся. Счастливо. Несколько сертификатов на игры. От Елены Данько. Держи. Так, дальше. Елизавета. 050-448-77-50. Елизавета. Нету? Наши. Красиво у вас получилось? Дарья Добровольская. Есть? Да? Что вы нарисовали? Да. У меня идеально составит противоположность. Розовый и голубой. Для меня розовый цвет космический. С голубой противоположностью. А не золото с нашелось. А золото и нарты как... Любовь это вы написали? Нет. Я не видела, что там золото с акт. Молодцы. 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 А это дочь? Да. А золото это... Так. Бориса Лойнева. Я как-то нарисовала, так что после этого не видела. Так, надо мне тоже за что-то дорисовать? Да. Денис Гуменный. Нужно идти среди итальянцев. Я говорю... Бесплатная консультация от Мариана Бекиш. Вот пятиэтажный дом, допустим. Ты же можешь... Зачем? 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 Зачем ты зарисовываешь? Потому что красиво там было. Так и правильно ты сделал. Вот ты стохал, стохал. Мы уже рисовали, а ты взял свой спорт. Ты понимаешь? Держи. От колены. Да ну сколько можно? Какой-то маньяк. Елена Арман. Елена Арман. У тебя мастер-класс по живописи. Держи. Подари билет. Так. Нурова Вероника. Нурова Вероника. Есть? Нурова Вероника нету. Так. Тихо по очереди. Есть? Есть. Держите. Мастер-класс от Александра Апостола. Два. Так. Дальше. Идет за решение сказочный город. Мария Жилина. Июньский. Не всегда немножко грустно. В ожидании чего-то нового, хорошего. На Кристалл Кэст. Так. Что у нас дальше? Заканчивается одно. Появляется другое. Ага. А как мы это будем говорить? Алика. Давай, наверное, вкусняшки начнем разыгрывать. Потому что потом будем их вырвать. А вот, вкусняшка. Давай только потихоньку начнем. Родители, детишек, наверное, заберите эту девушку. С чем? С чем хорошо мыезжаем? Родители, заберите эту девушку. С многим. И многим еще не поняты, не распроходы. Процесс идет там уже хорошо. Анна Подвисоцкая. Я остановил, когда я на хелл-проп шел. Ага. Отлично. Анна Подвисоцкая. Оно мне так много читает. Вот эта манипурная вот эта штука. Да, ты подсчет? Скажи, что ты подсчет? Снова подробно расскажи. Что ты подсчет? Букатар Александр. Вот такая вещь еще есть? Букатар Александр есть? Это по словам. Слово выгода, опору, уверенность, диститутурность. Ваши ощущения? Да. Здорово. Контуш. Оля, да? Ну что такое? Контуш. Контуш Оля. 0,50, 160, 20, 29. Есть? Акробатика? Периодически, когда мне там какая-то слабость или что, я в него могу вернуться. Вот нужно научиться что? Нам нужно научиться получить ресурсы на все наши шаги с нефтной среды. Есть? Вот стихии природы, да? Вода, земля, огонь. Есть? То есть, чтобы быть самым вот этим самым достаточным источником, который бесконечная природа наша. Это самый бесконечный источник. Есть? Мы научимся от него получить энергию допустим. Так, дальше. Да, я пошел позанимался, строго побегал, а я чувствую, вау, это классно. Если не, я говорю, у всех обряд. Да, я занимаюсь тут. Есть? Мы все на фестивале. Юля Данюк. Я из Мастер-Класса не поехал сегодня, опоздал на поезд. Это кто? Я же в Карпаты и завтра уже буду ехать, да. Что там? А у нас же медицинское все. Я понял. Я понял. Да, очень-очень хорошее место для зарядки. Да. Надежда Кузин. Всех снимает, я не снимаю. А где ж такой же они? Е-е-е-е-е. Привет, педаль из Запорожья. Какой-то смех. Да. Е-е-е-е. Аааа, вы что делаете? Какой-то это? Ревью, да. Ревью, да. Ревью, да. Да. Приятно будет посмотреть, что ты был где-то, да. Классно. Мы свидетельство, мы сбежали. Да ничего, мы уже сбежали. Может, не было за всех своих людей? Да. Надо было уже идти, малой уже. Нет, да, нормально. Я верю, что у вас там процесс пошел, поэтому это уже хорошо. Что-то прошел процесс по чуть-чуть у вас? Ну, по честному. Давайте не на камеру. Хорошо. Честно говоря, я не согласна с постулатами вашей теории. Это хорошо. Но мир многообразен. Все слышали? Мы не согласны с вами. Говориенты Евгении. Есть? Ну, я принимаю ваше точку зрения, если ваша модель работает, это что-то отличное. Иван Васюх. Иван Васюх. Кострикина любовь. Кострикина любовь. Согласна. Согласна. Вот это равноправие, которое я хотела? Однозначно. Кострикина любовь. Мы просто смотрим, какие цели у нас, и что мы хотим. И уровень нашего поздравления. Вот мы сегодня на разных этапах проходим разные этапы. Сегодня и наше семейство изменяется. Все какие ценности у нас. Инчинка Олеся. Что-то потом, что-то новое, но другие ценности. Это нормально. Для этого периода это нормально. Если я чувствую себя комфортно абсолютно. Вот мне здесь хорошо. Нет. Потому что я не могу выше головы или вниз упасть. Мне не надо. Дружина Евгения. Пройдет время, и я уже по-другому буду смотреть. Что-то поменяется. Естественно. Парочку бананчиков. Я до 22-х лет был таким атеистом, что мама дорогая. Я в грудь себе пил. Вы что, с ума сошли? Какой там это бог? Вы видели? Покажите, где вы его видели? Я же по телесейскому мире вырос, понимаешь? А тут мне говорят, это Господь. Дениса Лукьян. Дениса Лукьян. По поводу детей. Что делать? Парень, когда расставайся им не честь общего ребенка. Вот мы здесь с моим бывшим мужем будем. Отлично. Вы поняли, что это мы бывшим мужем? Нет. Нет. Да-да. Мы бывший сын. Это мой бывший муж. Мы дружим. Мы поддержим хорошие отношения. Смотрите. Да. Что нужно сделать для того... Значит, смотрите. Ситуация у вас здесь такая следующая. Мы же не можем принимать наши отношения в их взаимодействии. Но если вы расстались, если люди расстались как друзья, это идеально. То есть мы можем расстаться, когда мы прошли этап какой-то развития и уже видим, что дальше... Что мы... Кура Марина. Есть? Кура Марина. Кура Марина. Кура Марина. Да. Но так же, что я говорил, что мы не должны возвращаться к ресурсам, если я вновь отражения к истям, вспоминаю, ресурсы беру. О, держи тебя вкусняшка от небеса. Это нехорошо. Слушай, это нужно все обрезать. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Остается... Да, остается чисто формальность это... Ребенок. С автоновым Алексеем. Ну, у меня был ребенка, а еще просто душа. Останавливаем Алексеем, держи тебя. У вас новые отношения уже есть у вас? Нет, ни у него, ни у меня. Смотрите, какие сложности возникают, когда вот мы как бы поддерживаем эти отношения. Энергетика наша. Энергетика. Мы держим друг друга на поводке, потому что нам нужны ресурсы. В результате, когда вот место занято, возле вас должен быть один мужчина. Ок? И это место, если сейчас заняты какие-то другие мужчины, вся энергетически с ним общается, оно занято. Да. А вы думаете, что сейчас... На улик Майя. Это значит, вы его не отпустили. Вам по каким-то причинам... Я так просто запустила его. На улик Майя. Я думаю, что вам просто выгодно его держать по себе. Посмотрите, ваше место у вас находится вот тогда в бывшем мужчине. Как на это место может стать какое-то другое мужчина? Если энергетически, но что-то здесь занято. Сторожного Ирина. Освободиться, очиститься, оставить отношения те, которые будут тут, как я говорил, чтобы не было привязанных. Выполняй обязанности, которые я должен выполнять обязанности. Но освободить место. Для нового человека. Если оно занято, здесь никто не придет. По медитации это сделать? Как так? Есть практики. Если... Вы можете найти меня в ВКонтакте. Три занятия перед этим мы делали. Техники разные. Я думаю, не попало. Там как-то событие. Отпустите их. Вот хотя бы с этого. Сам первое нужно осознать. Настроиться. Хотеть этого. А после этого, а затем уже начинать действовать. Просто нужно отпустить. И плюс то, что мы сегодня проходили понимание того, что я должен обрезать все ресурсы. Я должен все самодостаточные. Можно ли другие источники, которые позволят мне, получается, что мне нужно без обращения к прошлым ресурсам. Как только... До тех пор, пока вы обращаетесь к прошлым ресурсам, вы связаны. Елизавета. Это ж канал. Я с ним свои отношения от земли не писала. Я живу своей жизнью, и он живет своей. Но ты связана. Вы на критической... Вы сколько лет прожили месяц? Четыре. Вы повязаны. Вы повязаны. Понимаете, повязаны. Если вы еще продолжаете вот эти вялотекущие отношения... Я думаю, что очень сложно. И вам. Очень сложно. Потому что место занятое на критической. Пахлава. Простите. Ну, как бы... Голова. А что, другой вариант? Там забрать малого? Там... Нет, нет, нет. Причем я не говорю, что... Так, дальше у нас... Жиколаксан. Есть свое видение по поводу того, как должны развиваться отношения между мужчиной и женщиной. Но... Коль, у вас такая ситуация. Она устраивает. Значит, здесь нужно экологично выйти правильно. Каким образом? Парамонов Андрей. Это... Есть? Ну, как я сказал изначально. Простите отпустить. Поблагодарить за урок, который я получил. Да. Чтобы действительно... Так. Чтобы не снился. Он вам снился? Нет. Замечательно. Виктория Башкирова. Отлично. Хорошо. Два кода это. Виктория Башкирова. Ну, если вы... Здорово. Замечательно. То есть, не должно быть привязок. Не должно быть ресурсов. Вы не должны никогда его вспоминать как ресурс. Если в новых отношениях, отлично. Отлично. Не должна злиться за него. Не должна сравнивать его с каким-то другим. Пока вы... Вот это то же самое. Каналы с двух сторон. Если один не сосет, другой сосет. Я пытаюсь его скинуть. Для того, чтобы скинуть, вы должны... Мы должны эти отношения обрезать. Психоматически зависим. Он привязан к вам. Он сразу звонит мне и рассказал. Вот, вот, смотрите. Что теперь происходит? Я привязываю. То есть, место здесь занято. Окей? Мне это не нужно. Я никогда не интересна. Все от вас зависит. Нет. А если он вас не отпускает? Нет. Проблема. Морально нет. Значит, вам нужно, я думаю, лучше всего позаботиться о том, чтобы он энергетически... Чтобы вы нашли для него замену. Для замену ему свою. Чтобы он... Когда, если он женится... Девушка будет? Это будет... Если он женится, он будет счастлив. То есть, все. Вы уже ему энергетически не нужны будут. У него уже другая женщина. Вы же слышали? Валерия Молчан. Он не хочет девушку, которая хочет замуж. Валерия Молчан. Есть? 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 Есть. 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 А до тех пор, пока кто-то кого-то подсасывает, кто-то от кого-то зависит, вы привязаны. Тем более, у вас есть ребенок. Есть эта штука. Поэтому... У вас сложится дополнительно. То есть, мне нужно ему делать, чтобы он идти? Нужно его женить. Вот это все. Чтобы он... То есть, мы должны... Я это забываю. Я макаю себя, макаю, макаю себя в грязь. Типа техники, чтобы понять, насколько, что за этим идет плохое. Меняю татармазу дела на новые отношения. Все. Я освобождаюсь. У себя я пока не могу найти отношения, потому что мужчины меня боятся. Я бы вам сказал, что нужно делать. Вы не хотите меня... Ну, я да. Я не согласна с этими этапами. Ну, смотрите. Ну, смотрите. Если... Вот, пожалуйста, подумайте логически. Вы сильная женщина. Вот вы сильная. Какого мужчину вы можете купить? Ну, если я сильная. Так. Я считаю, что я могу правильно работать. Хорошо. Он совершенно одинаково со мной. Хорошо. Хорошо. Смотрите. Может, я на что-то тоже сильная. Ну, смотрите. Но в команде. Но в команде. У вас сильная девушка. У вас... У вас... Марс. Ну, планета. Мужская. Ну, это энергия такая, огня. Это подробно. Которая такая. Вперед идет. А тут вопрос... Есть такой вопрос. Да. Тут вопрос, понимаете. Вы привыкли... Я вижу по вас, мою личинку ошибаться, что вы привыкли, что последнее слово за вами. Вы хоть и говорите равноправие, но я вижу, что если... Я умею подчинять. Есть? Я умею подчинять. Ну, да. Я умею подчинять. Я сам, да. Я, кстати, никогда не был начальником. Я просто подчиненная, и начальники меня всегда любят. Игун надежды есть? Я хороший подчиненный. Я умею как доминировать, так и подчиняться. Вообще, по моему мнению, только тот может стать руководителем, кто когда-то... Умеет подчинение. Умеет подчинение. Абсолютно верно. Это правильно. То есть, если я умею быть хорошим ведущим, где-то нас ведомым, тогда я могу быть ведущим. Да, это правильно. Да. Ну, я умею и так, и так. И я могу выбирать, кем мне быть. Сейчас, я думаю, что вам сказать, что вы меня услышали. Сейчас, игрушку. Вы просто представьте ситуацию, когда вам не нужно, вот то, что вы сегодня делаете, как бы, мужские деятельности, что вам не нужно больше будет заниматься этой деятельностью, и ее будет заниматься мужчина. Ну, я не знаю. Хорошо. Я просто этого не хочу. Мне интересно так же. Хорошо. Интересно, да. Да. То есть, у меня нету цели, наконец-то, отдохнуть, чтобы он все за меня сделал и так далее. То есть, ну, я и двух дней так не смогу прожить. Мне это неинтересно просто. Я вот ездила к своей подруге в Израиль, она вышла замуж, сидит, дома ничего не делает. Там готовит, убирает. Давайте сделаем так. Вы мне напишите в контакт. Я вам назначу сессию, если вам будет интересно. Мы можем это обсудить очень здорово. Мне нравится ваша... Ну, я готов. Я уверен, что я смогу вам помочь в том, чтобы посмотреть немножко по-другому на себя просто, со стороны. Без всяких, без всяких китайцев. Просто на себя по стороне. Вот это очень важно. Когда я посмотрю на себя, проподелирую развитие своих отношений дальше, как у меня будет жизнь дальше расследоваться. Когда я увижу себя со стороны, тогда у меня будет другое, появится другое, немножко мнение. Не знаешь, что оно будет? Боже или лучше. Просто другое. И, возможно, вы в нем что-то увидите и найдете ответы на те вопросы, которые у вас сегодня есть. Тебе тоже вкуснее. Когда я в ту сторону, и посмотрел на все стороны, у меня могут появиться другие варианты решения их задач. То есть, когда мы идем по паттерну, по паттерну идем, одно и то же самое дело. Мы, соответственно, придем к тому же самому результату. Если мы что-то меняем, особенно, когда у нас есть возможность идти со стороны, и осознать это, проанализировать, как мы говорили, разговор полетов, это очень важно. Что не так? Почему? Если меня не устраивает, что надо сделать, что меня устраивало? Это возможно тогда, когда я сделаю анализ, посмотрю на себя сам. Саша Наваксонов. Знаете, у меня перед глазами есть модель, даже не в одной паре, модель счастливых равноправных отношений. Это мои лучшие друзья. Мои лучшие друга, лучшая подруга. Они живут уже не на 12 лет вместе. У них ребенок. Они абсолютно равноправные. Так вот, начните с простого. Если несчастные, начните изучать, что помогает. А я не знаю. А вот возьмите, это самый лучший пример. Начните изучать ее опыт, что она такого делает, что мне такого классного. Я все спрашивала, но так и не смогла на себя пойти. Изучайте. А вот в чем-то вопрос. На ней все, мы можем принять костюмчик, что не по мне. Во-первых, я не могу не встретить такого мужчину, как ее муж. Он для меня идеальный. А поймите, этого не будет никогда. Почему? Потому что для того, что вы мне говорили, у меня есть фадамский набор и джентльменский. Я то, что хочу, я должна дать взамен. А что я дам взамен, чтобы это притянуть? Вот я хочу такого мужчину, но я должна иметь и качество, которые притянут этого мужчину. Нет, пусть идет, да? И вот здесь я должна четко, честно сесть перед собой и проанализировать, есть ли у меня те качества, которые нужны для того, чтобы притянуть там мужчину. Опять, вера васю. Если нету, могу ли я развить? Вера васю. Вера васю. Вера васю. А если не могу, значит менять ценности. Степ-даун. Ну, то есть в другую сторону идти. Надо, чтобы она получила, потом будет плакать. Если она не получается, значит что-то не так. Давай дальше. Валерия Боярская. Ну, я же с этой девушкой, я с ней дружу уже очень долго, лет 15. И я же постоянно у нее скажу, научи, как ты это делаешь? Она говорит, я не знаю, она сама. Она мне не может только ничего посоветовать. У нее другую темпераменту, у нее другие... Ну, мы с ней очень похожи, мы с ней очень похожи духовно. Мы лучшие подруги. Если вы похожи, значит тогда... Ну, вот в чем-то мы отличаемся, что у нее... И вот это самое... Знаете, рецепт, да? Вот рецепты, что-то маленькая штучка такая бросила туда, и уже вот как Кока-Кола, да? Все, все не знают, но вот какой-то один ингредиент, который делает Кока-Колу, это особенный Кока-Кола. И причем появился другой богатый, успешный мужчина, который пытался ее, этого сильного мужчины, отбить. И там была такая война, там они насмерть грызли за эту Юлю. Вот. Я думаю, Юля, ну как? Два совершенно офигенных мужика. Как они убьют. Это здорово. Здорово. Это значит, что... Это многое значит. Но при этом она самостоятельно. Она работает, хорошо зарабатывает. Она... Ну, она как я. Но, тем не менее, за нее такие вот... Соедините меня в ВКонтакте, напишите мне, я найду, если надо. Миросниченко Ольга. Миросниченко Ольга есть? Да, я бы с удовольствием с ними еще пообщалась. Вы в Киеве, да? Сейчас. Спасибо. Пилипенко Наталья. Мирослав. Очень приятно. Вы тезка моего сына. Да. Здорово. Намасте. Дальше. Не трепка Яна. Не трепка Яна. Не трепка Яна. Держи тебе. Какую классную штуку. Так. Дальше у нас кто? Наталья Стрелецкая. Держи тебе целых два. Ох. Что-то выиграла, да? Фрукты. Дальше. Кристина Демяненко. Кристина Демяненко. Есть? Есть? На тебе фрикцы. Фруктове. Так. Кто у нас тут еще? Денис Мусиков. Денис Мусиков есть? 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 Ксюша Уша. Ксюша Уша есть? Не больно. Маша Ксюша Уша на фруктовой гликце передайте. Ух ты! Вау! Look at this! Тут гличики лепят, а мы этого не видели. А вот сюда. вот тут целый бригадный подряд один клинамесят ну какой у тебя слепок ну у тебя должна быть я передам ну передай им передай дружи им передай лепят оказывается мы тут лепим лечики непонятно есть но держи тебя по району ты носи его или нет ты кто вот и готовое изделие шиян надежды теперь его нужно обжечь сиян надежды есть высушить да и потом обжечь сиян селины и поздравляем Андрей и Щербак есть? здесь есть сейчас держи тебя спасибо прячьтесь кушайте вкусненькое есть тут еще русло а тут у нас продолжаются тортические практики И колокольчики, чаша. Сказочный город в закрытии, но есть еще приезды. Ух ты, чаши-то какие, вау, супер, найс, отличные чаши, ребята. Сколько эта чаша стоит большая? Четыре шестьсот, а такая, это вроде как большимидная. 2500. Это кованая. Класс. Замечательно, классно, и спасибо, благодарю. Это Светлана Сорока, которая выиграла, а я думаю, кто это выиграл у нас? В путевку? Да. Вы счастливы? Вы не ходите далеко, вы такой хороший. Я? Почему я-то? Я не знаю. А еще вам спеть еще просто. А, да, отлично. Я тогда буду ждать вас там, благодарю. Где-где там будете? Да, мы запишем. Где вы познакомились? Да. Окей. Что-то было беда, поэтому выделили время из 20 до 10. Намастэ, здравствуйте. Осторожно. Больно было. Леон, какое у тебя солнышко красивое, слушай. Классно? Да. Можно с разных ракурсов. Классно. Улыбающаяся, главное. Счастливая. Главное, чтобы здесь улыбка была. Ну, главное не, чтобы здесь внутри была. А там она оттуда же идет туда наверх. Не, ну да, да, все правильно. Все изнутри наружу. Все изнутри приходит. А ты напряженный здесь. Что-то у тебя... Я... Ну... Да. Немножко есть. Немножко есть. Немножко есть. Ну, ничего. Вам будет правильный путь в жизни, чтобы к нему направляться? Да. На сейчас. На сейчас. Аура не будет. Нет, не будет. Да. Будет пняться на короткое время. На короткое время. Потом вы будете занять его. Ты хочешь, чтобы я тебе помог? А где мы тебя там брать? Ничего не поменяется. Кабинар. Ты мне там как-то звонил, я помню. Оставлял сообщение какое-то. Ты давно уже туда, я понял. Ты занялся. Ну, пару-трек месяцев. Я думал, ты где-то ехал. Типа ехал. Ты говорил, да? Или я куда-то... Ну, где-то что-то, да, где отсутствовал. Я просто... Сообщение плохо записалось. Я только слышал твой голос. А толком, что ты хотел сказать, я не понял. Какие... Я понял, что ты где-то уехал. Ты говорил, что ты где-то приехал там на работу. Сейчас такое. А, ты уже говорил там с Видалайф. Это когда с Видалайф мы с тобой, по-моему. Где-то с Видалайф мы туда ездили, да? Не, ну Видалайф мы это уже почти год назад было. А это ты пару-трек месяцев назад вроде бы готов. Звонил. Найди меня, если тебе интересно. Я всем смогу и тебе с удовольствием помогу. Девушка, что вы думаете о сказочном фестивале? Скажите, пожалуйста. Какие ваши впечатления? Что вам понравилось больше всего здесь? Как вы его пользуетесь вообще? Это состояние. Состояние ОМ? Вот это состояние, которое мне сейчас. А пишите ваше состояние, пожалуйста. Это очень хорошее состояние. Мне просто хорошо. А если таким образом, чтобы можно было зарядить других людей? Вот эти чувства, которые у вас есть. Вот просто, чтобы можно было передать тем, кто также хочет зарядиться этим прекрасным состоянием. Будьте с собой в жизни. Будьте с собой в жизни. Будьте с собой, это возможно. Чем больше вы будете собой, тем больше вокруг вас будут те, которые вам нужны, которым вы нужны. Когда вы будете чувствовать, что вы едины с этим миром. Когда вы будете проговаривать «Я желаю всем счастья», вы будете ощущать, что вы есть часть всего. Это магическая мантра «Я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья! И говорим это от сердца. Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Ура! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Ари-Кришна, намасте! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! О, как классно! Ещё раз! Мы не заметили! Стоять! Ух ты! Интересно! бесплатно реклама для вела карпатах драм-зон и у нас здесь питание мы подошли будет у нас стар будет костер закрытия какая шевелюра вау расскажите сколько вам время удалось до чтобы отрастить такую прекрасную шевелюру четыре года о май гад четыре года вот это да обалденно как вы поддерживаете качество таких волос это что очень сложно при сегодняшней химии все как вы поддерживаете такие пушистые такие волнистые это же очень сложно как обычно просто помыл голову чему эти головы обычно шампунем или яичным порошком чаще использую соду сода серьезно ой расскажите новый рецепт для для наших слушателей сода уксус что за рецепт открытия пожалуйста вы откройте патент для того чтобы правильно мыть волосы которые помогут быть такими пушистыми они не из этого пушистые это гены гена вот вот это гены конечно уже не купишь ни за какие деньги это правда гены да ну с генами мы пойдем с гены кваси намастэ тататат ресту и как расскажите просто ваши впечатления на сказочном городе очень круто что вам больше всего понравилось скажите пожалуйста наверное больше всего понравится эй эй look at this начало счастья с каждой город приносит каждое настроение что нам еще нужно хотим чтобы эта сказка превратилась в реальную она реальна реальность она есть реальна чтобы она никогда не заканчивалась для некоторых она не заканчивается я желаю чтобы нам вас также продолжалась всю жизнь будьте счастливы намастэ мы продолжаем путешествие по сказочному городу так надо взять интервью этой девушки здравствуйте вы вижу фотограф у нас скажите что хорошего вы сняли вы по моему продавали книжку добро да книга добро бы назвать я не просто добро придашу книги не продаю нет но книга по моему добро называлась которую вы там продавали не продавали книжечки добро похоже мой как все прекрасные женщины похожи на одно лицо но вы уникальны что у вас есть что такое особенное энергия которая идет с ваших глаз она не неповторима я теперь не знаю что мне сказать как вас зовут ирина откуда вы ирина в Венеции вы сказали Ирен ну называют Ирен классно супер но если вам нравится так называть Ирен как вы попали сюда на сказочный город в Венеции сказочная попала лет семь или восемь назад вау и что вам понравилось больше всего в этом сказочном городе мне понравилось то с чем люди уходят они уходят совершенно другие этого трансформация действительно трансформация которая меняет людей что меняет людей что такого происходит здесь в сказочном городе что люди уходят в другие настроения искренность Искренность. 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 Состояние, которое настоящее. То есть все социальные маски, роли, они спадают при входе. Вот так. Упали и… Это правда, да. Это очень важно. Когда мы можем вернуться в свое естественное состояние первоначальное, да? Здесь люди пребывают в состоянии ребенка, в состоянии познания. Вы прочитали мои мысли? Я только хотел сказать, что ребеночек в 7 лет – это самое естественное, прекрасное состояние. Если мы можем возвращаться… 5 лет, по-моему, даже. Да? Да. Если мы возвращаемся в это состояние… Вы психолог, наверное, да? Вот все вы знаете. Вот ты понимаешь. Я прям как в отдых для детей. Ничем не удивлющим. Вы детский психолог? Нет, я не детский психолог, просто психолог. Да, да, прекрасное состояние, да. И вот мы взрослые, мы забыли то, что такое действительно непосредственность, детская непосредственность. И это самое прекрасное состояние, если мы вот вспомним, как это было быть 5 лет, да, чтобы возвращаться в это состояние снова и снова, чтобы испытывать эту искреннюю радость, это чувство прекрасного. Да, люди здесь до слез настоящие. И это самое главное, что они потом несут их мир, они видят вот этот серьезный весь такой социальный мир, да, и они вот на этой волне они могут привнести какие-то изменения позитивные в свою жизнь. Что больше всего вам понравилось на этом сказочном городе? Что понравилось? Больше всего, что вас потрясло. Именно на этом? Именно атмосфера этого? Да, 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 сегодня. Ну, не сегодня, а на этом городе. Здесь как-то вот тепло. Ну, в этот раз я приехала одна без компании, обычно с компанией, и мне от этого не холодно. Здесь совершенно как-то все так закручивается, пространство, очень тепло, и люди как-то вот сами подходят. Вот видите, как-то Ярослав взял, подошел и говорит, да? Расскажите, что вы чувствуете? Вот я шла и не знала, что будет в этот момент, и вот он настал. А далась воле чудес, небес и небеса направили? Да, да. Я в самом деле подумал, что вот вы та девушка, которая там продает такие чудесные книжечки. Как похоже, да, интересно. Но сейчас я вижу, что совсем другая, очень такая жгучая. Жгучая? Ну, такая жгучая, имеется в виду вот, ну, знаете, вот такая есть энергия, энергия такая вот солнца, которая вот согревает, которая наполняет, которая помогает расти вот всему вот этому изнутри, пойти снаружи. Это просто, вот у вас есть такое создание, у вас сильный Марс, такая солнечная энергия у вас. Благодарю. Очень сильно. Да. Возможно, после практик она стала еще больше. Какие практики вы проходили здесь? Ну, я проходила различные, но мне понравились вот те, которые в этот раз вот я для себя прорабатываю манипуру. Манипура. А манипура вам для чего, вот, понимаешь? Ну, надо мне. А, ну, для свой бизнес раскручивать, да? Ну, и потом чисто... Вы как психолог, да? Да, да. То есть я просто чувствую вот необходимость этого, да. И как вы ее раскручивали? Ну, как, я пошла на правила, началась с физики, да. То есть что-то такое вот, что с волей связано, что через не могу. О, вы мой клиент. Замечательно. Давайте поговорим с вами о следующей ситуации. Вот скажите, пожалуйста, где бы ты присядем? Вот оно будет получше, поудобнее. Мы так плавно перешли в процесс. Вот так. Там очень. Вот, да, на этом. Вот так. Может быть, мы вот здесь присядем? Давайте здесь, наверное. Давайте, да. Мне тоже нравится. Ага. Я, как раз, на него сразу и посмотрел. Сейчас мы его тут встряхнем. Отлично. И присаживайтесь. А, немножко мы от мусорки отодвинемся. Вот сюда. Так. Хорошо будет? Да. Отлично. Как вас зовут, кстати? Это Ирен. Я Руслан. А, Ирен. Простите, вы же сказали. Я просто был как репортёр, поэтому я думал о следующем вопросе, который мне нужно задать. Правильно. Это профессионально. Смотрите, вы говорите, открытие чакра. Да, манипура развивала. И манипура ответственна у нас, конечно же, за что? За достижения в социуме. Да. Да? Да. За социализацию. За отстаивание своих границ. Да. Экологичные. Для меня это сейчас актуально. Работа также, да? Работа, да. То есть я хочу... Я в себя вложила много знаний, и у меня сейчас как бы задача... Payback time. Да. Монетизировать их. Соответственно, я понимаю, что без третьего центра это сложно, поэтому... Да. И дисциплина. Смотрите, вы назвали такие качества? Да. Дисциплина. Социуме адаптация. Да. Третья чакра. Кто у нас владелец третьей чакры? Мужчина или женщина? Мужчина активная, конечно. Да. Конечно. То есть, по-другому, она у нас активная. Да. Так. Я считаю, что для женщины она тоже должна быть активной. Конечно. Нет, она тоже должна быть активной. Она активируется за счет чего? Да. Кто активирует ее? Угу. Какая у вас красивая раскраска. Просто очевидно. Забалденно. Шикарно просто. Мы ночью, когда собираем... Мы приехали на сказку в три часа ночи. Угу. И... Если честно, то очень были пьяны. То... Нет. Просто вам было холодно, и вы решили согреться. Понимаешь? Вам было холодно. Вы решили согреться. И все. Вот так. И получается, заехали... Саша говорит, выехали на сказку? Прямо сейчас. Я говорю, в смысле? Ну, рациональнее как бы лечь поспать там, утром выехать. Он говорит, ну понимаешь, тогда не будет вот этого эффекта. И он, зараза, меня вот так вот именно цепляет. Тогда не будет этого эффекта. Класс. Я такая, я поняла, что реально не будет тогда этого эффекта. Мы заходим домой, собираемся. И конечно, знаешь, что я взяла? Я не взяла ни одной теплой вещи. Я не взяла нижнего белья. Вот тебе тогда, да, понимаете. Так как же вы не замерзли? Я взяла четыре платья. Вот таких вот легких. Шелковые. Платьечко такие красивые, шикарные. Кстати, очень красивые, яркие цвета. В принципе, нижнее белье и... Это мне оно не надо. А зачем, если есть такие платья? Ты понимаешь, что это? Есть то самое интересное, короче. Самые необходимые вещи на сказке. Конечно же, я взяла косметичку со ста карандашами. Профессиональными для макияжа. Я думаю, что вам и так очень классно без макияжа, кстати. Да. Я, по-моему, вчера без макияжа вас видел, да? Ну, сказка это ж не то место, где удобно краситься. Ну, так оно и не нужно. Поймите, ваша красота вся в естественности. Тут природная пыль так хорошо украшает. Да. Абсолютно верно. И нет необходимости в этой краске. А серебрая. Нет необходимости в этой краске. Короче, набор вещей, которые я взяла с собой, я просто потом анализировала. А Саша тоже берет эти палочки для массажа, короче. Ну, то есть, каждый взял свое. Каждый взял что-то, что ему оказалось очень важным. И под кудром бред. Господи, какой бред. Это тоже какой-то ритуал определенный. Взять то, что важно на сказке. А знаете дальше? Я взяла свои картины и я взяла. Давайте мы туда перестянем и все будем там сидеть. Класс. Спасибо. Сюда, да? Да, сюда. Отлично. Бум. Ой, как хорошо здесь. Я взяла с собой масло для живописи. Пастель. То есть, в абсолютно бессознательном состоянии. Я взяла с собой самое важное. Платье, 100 карандашей для макияжа, картины и все для рисования. То есть, карандаш. Вот все предметы для рисования взяла с собой. Класс. Что я не видела раньше? Я бы присоединилась, потому что я так живела. Вы тоже рисуете? Да. Здесь масло невозможно писать. Тут залипает все. Тут пыль кушает. Да, нереально. Это будет особенное масло. Масло сказочное с пылью. Да. Хотите, я покажу вам картину. Называется пыль. Так и называется. Это просто сказочное пыль. Здорово. Классно. Возвращаясь к вашему вопросу по поводу третьей чакры. Да, она нужна, конечно же. Женщине нужна. Ну, в принципе, нам все энергии нужны. Естественно. Просто они у нас активируются определенным способом. И женщины... Нет, точно. Ну, короче, это просто чистый холст, который запылился настолько, что на нем просто куча пыли. Да? Ну, там, наверное, какой-то узор должен быть. Там был узор. Там были намечены ирисы. А что такое ирисы? Ирисы, это... Ну, ирисы. Это цветочки. А, это ирисы. 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 Цветочки такие, да. Да, я очень много ирисов. Ирисов или как... Не знаю. Ирис. По-моему, ирис называются. А вообще была такая богиня, считается по мифологии, что ее звали Ирида. Она спускалась на землю к людям по радуге. Да? Да. Эфическая, красивая, прекрасная. У вас такие яркие краски, они вам очень к лицу. Очень такие здоровые. Я сама такая, вот как дитё, открытая. А мы как раз только говорили о том, что вот научиться радоваться жизни, вот Ирэн говорила о том, что радоваться жизни надо... Ириска, Ирэн. Ага, ну, вот ирис. Ага. 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 Я хотела слишком сильно узнать, где ты платье покупала с вами. Очень создано платье. Очень. Очень. 6% стоит делать это быстро. Ага. И к этому платью очень красиво идёт это ваш... Как она называется? Вот это вот? Талисманчик? Это здесь купили мне подарили. Очень вписывается. Ага. 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 067. 456. 59. У нас продолжается сказочный город. «Полёт Aquí» Свет, ты можешь пометь ещё, где-нибудь 3 часа встречов, небось... Сюда пометь? На... 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 А Алене позвоните. А? А Лене позвоните. А? Свободи? А Лене позвоните сегодня, слышали. Мы на сказочном городе Мирослава Мудрого Рамцова, продолжаем интервью на сказочном городе. Такая прекрасная атмосфера, в котором здесь все так солнечно-замечательно, я рассказала, здесь так классно. Я хотела бы дослушать конец вашего мастер-класса. Упишите мне запись, если сложно будет или как? Я выложу, я выложу в ВКонтакте. Ой, мне так хочется конец досмотреть, я просто должна была уходить, меня попросили. А мы не до конца нас прервали тоже, мы не успели до конца доделать все. Да. Как бы мы остались, народ остался в состоянии жажды услышать окончание этого всего процесса. Ой, спасибо, спасибо. А мы рассмотрели, тема у нас была, как правильно начинать строить семейные отношения. И сколько вы еще здесь делаете, по-моему, в общем-то? Я по-моему, до окончания пули, до метро, если когда-то там у нас уходим. Когда метро там посыплюсь. А вот из машинки? Моя машина сидит в Крыму. И я подумал, что как бы, если я оттуда ее заберу, то, в общем-то, где же, как я потом ее везу назад туда. А она на российских номерах? Я тут пользуюсь общественным транспортом и не езжу далеко за пределы общественного транспорта, где там мне интересно. А в Крыму все-таки она, я, правда, там уже год не был, она бедная стоит там. А все-таки там он более нужнее, потому что там без транспорта далеко никуда не поедешь. Тогда я думаю, пускай она у меня стоит там. Когда вот у надо, приеду раз в году. Пускай раз был в мае, в начале мая. А там 30-й год, тогда. А здесь все отлично, транспорт там, конечно. Нет, нормально. А в деревне у меня есть мотоцикл, у меня там есть лесопедка, у меня там есть этот, как он там называется, скутер. Ого, классно. Они на форты. Да, они просто разные. На сказке часто бывали, да? Я, в принципе, с 12-го года, да, был на сказке с 12-го года. Ну, только я только на доске не был. Я не был на доске в прошлом году. Я пропустил, когда там в Крымске что-то было. Все время было. Ну, еще где-то я два раза, три раза пропустил. А так я, не сказка, а для меня начало, я так счастлив, что я попал на сказку в город, где нас там будут держаться. Я здесь познакомился с Эзотерикой. Это было для меня новым таким открытием, эзотерические знания, которые значительно усилили мое понимание саморазвития. Центр – это очень важно. Я думаю, на физический центр это очень важно. Я думаю, если бы я знал это, когда я занимался спортом активно, я бы намного больше вести. Я думаю, что это управление мерками – это сумасшедшее знание. Ну, и сама атмосфера здесь такая классная. Мне очень нравится. Да, какой класс. Супер, такое расслабленное. Ну, все же от головы идет, да, вот. Дима молодец, как мне завал это все. Здорово. Мне очень нравится. У вас так много любви в глазах очень. Да? Прямо излучается. В общем, я очень люблю, да, вот. Благодарю. Классно. Здорово. Ну, вот не очень люблю. Нравится. Спасибо.